5 декабря 2020 года новокузнецк площадь общественных мероприятий в городе полным ходом идет автотранспортная реформа сергей николаевич на телевидении подрабатывая на рекламе кофе тут же словно кашпировский гипнотизирует горожан если все реформа прошла успешно процесс уже не остановить теперь уже я констатирую эта реформа состоялась пазиков больше не будет больше никогда противников автотранспортной реформы обвиняют в том что они бьются за присутствие пазиков в городе но на самом деле вопрос совсем не в этом в новокузнецке и сегодня от пазиков никто не отказывался мы не требуем пазики мы не требуем ничего но мы требуем только чтобы нам вернули те маршруты по которым горожанам было удобно ездить тот же 345 маршрут все те же пазики еще на этой почве пытаются пусть и не умело но все же наработать себе политические очки подконтрольная власти партейка зная что в кузбассе выгодная для власти эпидемия за счет которой граждане лишены своих прав кровью завоеванных для них предками например такие как право на выражение собственного мнения одно из местных отделений партии имитирующая оппозиционную деятельность заявляется на митинг вряд ли их мог удивить отказ администрации города новокузнецка но дело сделано они старались а им отказали теперь они борцы за счастье новокузнецчан но народ народ не обманешь уходить с площади общественных мероприятий им пришлось словно оплёванные и жидко обделанные хочу вас предупредить что данное мероприятие является незаконным что вы нарушаете 54 федеральный закон о митингах и собраниях что влечет привлечение в статье по 20.2 кодекса российской федерации административных правонарушениях в связи с этим прошу вас разойтись и покинуть данную территорию а где у нас представители лдп вообще лдпр нас пригласила мы не сами-то не пришли а где представители лдп все вопросы сми Володя почему сми давай поговорим с тобой что ли где представители лдп они же пригласили нас а где они вас пригласили 2 числа прошла публикация что 2 числа прошла публикация как она попала в публикацию в сми что приходите на митинг вы нам объяснить вы нам объясните вы сейчас представители администрации давайте с вами поговорим на официальной странице было о том что они не собираются проводить этот а уведомления на странице в соцсетях а вы к ним задавайте а какой кто вот здравствуйте вы кто зовут меня Максим фамилия Паршуков моя представитель партии лдп а вот мы пришли слава богу пришли мы пришли да то есть на митинг мы подавали на 5 число нам данное мероприятие не согласовали а почему 2 числа выкинули сеть какого опровержения уведомления значит выставили а опровержения нет уведомления мы не выставляли в соцсетях это выставили какие-то провокаторы видимо которые вас сегодня здесь собрали подождите бумагу писали вы бумага не от меня 2 числа выставлена бумага оригинал то есть получается фотографии как провокатором ваша бумага попала с входящим номером в интернете я еще раз вам повторяю данный документ был выставлен провокаторами партия лдпр на митинге документ был у вас документ есть в соцсетях везде а зачем он там в соцсетях то что подавали на митинг вы его зарегистрировали зачем вы его сеть выкинули после этого выставили также документ о том что нам отказали а второго числа зачем вы уведомление это выставили зайдите на официальный сайт партии лдпр там вы это найдете вы какого числа отказ получили от администрации отказ подав ну так через через три дня 25 сейчас смотрим смотрим лдпр кузбасс вот и то есть я вас прошу сейчас посмотрим к нашему мероприятию вы 24 подали 25 получили октябрь а второго числа выставили в сеть зачем здесь нахождение на данный момент неправомерное ну вы же я увидел я увидел в соцсетях что людей собирают мы не хотим так вы второго числа с вами мы не хотим от меня лично вы на моей странице мы не хотим чтобы так как здесь совершаются противоправные действия мы не хотим чтобы вас еще раз объясняю сейчас вы явились сюда второго числа в сети появилась бумага для чего так как акция неправомерная мы не хотим чтобы кого-то привлечь к ответственности а мы не собираемся привлекаться мы к этому отношения не имеем и просим вас всех разойтись вот и все все понятно что они вот Максим Павшуков а Максим Павшуков представитель ЛДПР ну что а что за идиотно вы опровержение если вы 25 получаете опровержение ставите вчерашним днем в 10-14 пожалуйста на их странице ЛДПР Кузбасс вчера в 10-14 надо вообще на них бумагу накатать позор ЛДПР Кузбасс позор блять ну пока на сегодняшний момент ничего не происходит мы также пишем везде по всем во всей организации которые можно ну пока на сегодняшний день пока тишина но ответа нам пока никакого не предоставили а вот какие мы хотим чтобы вернули маршрутную сеть то есть ту которая действительно была выгодна нашим горожанам которые действительно не переплачены на сегодняшний момент то есть, исходя из того что даже я езжу сама на автобусе Я переплачиваю, причем достаточно хорошую сумму Либо я раньше села на один маршрут и поехала, доехала до местного назначения Либо я сейчас сажусь и пересаживаюсь по несколько раз на другие автобусы, чтобы можно было бы доехать до местного назначения И получается за каждую пересадку? Платим 25 рублей, 20-25 рублей А вообще, вот как планируете, еще встречи будут в администрации с вами договариваться, как-то планируются встречи? Вообще, я как бы, конечно, хотела бы, чтобы так же люди пришли, наши граждане, точно так же высказали свое мнение нашему мэру Кузнецову Получается, он не сдержал это? Он не сдержал, он ни в одном интервью своем, он постоянно переобувается, он постоянно, то есть он не следит за своими словами, которые он говорит на самом деле То есть, когда он сказал, что до 1 октября, если не поступят транспортные средства в количестве 341 автобуса, то есть подвижного состава То есть, соответственно, значит, он тогда разрывает все контракты На сегодняшний день мы видим все в обратном направлении Понятно А вот сейчас у вас встречи с администрацией, там Гедорев с вами связывался? Нет, Гедорев не связывался, то есть он, наверное, связывался с Олесей Александровной, то есть с нашим юристом То есть, а на сегодняшний момент со мной никто не связывался Так что, то, что мы смогли как бы добиться, чтобы возвращать будут на сегодняшний момент 5-й и 7-й автобус То есть, я одно единственное могу сказать и благодарна горожанам, которые неравнодушны, да, то есть, которые действительно переживают так же, как и я То, что вот... Да, вы думаете, то, что пятерку вернут, они же вернут только в зиму, получается, через несколько месяцев Почему через несколько месяцев? Нет, я разговаривала непосредственно по телефону с Денисом Новохацким И он сказал, что... тоже сначала сказал, что он будет... сказал сначала, что вроде вернут в марте Когда я задала вопрос, а сейчас мы что будем делать, как мы сейчас будем добираться, да Он такой подумал какое-то определенное время и сказал, хорошо в январе Ну, а Марта говорит, что в марте, вот я смотрела Да, мэру нашему Кузнецову верить нельзя То есть, я уже на это уже конкретно... я уже просто знаю, что это есть, потому что все, что мне обещал Кузнецов, господин мэр, он ничего не сделал Он сделал все, да, наоборот, во благо себя, но не во благо горожанам А как вы оцениваете приезд в Верево после того, как состоялся штурм мэрии, так называемый, да И его вот позицию, которую он выставил, что транспортная реформа прошла, но с некоторой жероховатостью? Ну, согласна, что да, то есть глава города его завез туда, где практически людей нету Это что ходят автобусы, грубо скажем, три колейки, то есть я считаю, что это нормально То есть, если бы он сел в 345-й, либо на Запсибе, либо в Абашево, в Орженкинзовском районе То есть, вот тогда бы он посмотрел, наверное, в плане того, как люди держатся и как они штурмуют автобусы 22 года, то есть транспортной реформе, которую строили достаточно умные люди, да, которые выстраивали вот это вот все Чтобы горожанам было удобно доехать с любого места, с любой места, с любой точки, то есть, да, в это самое, до пункта назначения То есть, да, ну, в один прекрасный момент Цивилев и Кузнецов нас просто перевернули смог на голову А как вы думаете, какие ваши дальнейшие действия могут, хотя бы хоть как-то переломить ситуацию? Вот рабочая группа создана, вот как действовать дальше, как попало шум? Ой, я вот честно сказать, я пока, у меня нету никаких мыслей, но я надеюсь, в любом случае нас услышит Москва Когда она уже нас слышит Москва, она достаточно как бы реагирует, тем более, если к нам приходят уже смс-ки за границей И говорят, что там у вас происходит в городе Новокузнецке, я считаю, что нас не то, что Москва услышала, нас услышала вся страна Вы, получается, будете продолжать требовать? Будем продолжать требовать, чтобы вернули нам маршруты Мы не требуем пазики, мы не требуем ничего, но мы требуем только, чтобы нам вернули те маршруты, по которым горожанам было удобно ездить Все, не более этого То есть, как бы, я согласна, то есть, как бы, когда задавали вопросы, когда писали в комментариях, чтобы Кузнецов, как бы, встретился с владельцами Ну, я так думаю, что он не просто не хочет слушать наших перевозчиков Вот и всего лишь Потому что, как бы, был разговор о том, что давайте, скажите, какие нужны автобусы То есть, ну, он бы поговорил бы с перевозчиками То есть, перевозчики, я бы сказала, не против были бы поменять автобусы, то есть, на более комфортные То есть, хотя, как он сказал, новые автобусы пришли на газу А наши пазики тоже на газу, вообще-то, ездили То есть, как бы, это тоже было хорошо И, то есть, как бы, в плане того, что мне... Экология Экология была такая же чистая То есть, поэтому, вот, как-то так Пока Вы сейчас, получается, тоже будете расходиться, потому что... Да, конечно, но смысл какой Стоять, то есть, ждать Я очень сильно хочу передать Спасибо, товарищ Кузнецов За нашу, за вашу транспортную реформу, чтобы сделали людям достаточно, как, хорошую реформу Что мы теперь стоим по 20 минут, а то по 30, а то и по часу, а то иногда из других районов вообще никто не может выехать Спасибо вам, товарищ Кузнецов Ну, некоторые шероховатости Да, ну, некоторые шероховатости, да Незначительные